В какой ситуации печальнее всего слышать ответ «Ничего страшного, я к этому привык». Как-то раз я встретила слепого дедушку на остановке. Он попросил сказать ему, когда приедет его автобус. Я стала ждать вместе с ним, чтобы оказать хоть малейшую помощь. Когда приехал его автобус, ему об этом сообщила не только я, а еще и другие люди, которых он просил. Я сразу поняла, что он не успеет дойти самостоятельно. Шел очень медленно, проверяя дорогу специальной палкой на колесике. Без понятия, как она правильно называется. Я побежала вперед, чтобы удержать транспорт и предупредить водителя. Сначала водитель придерживал дверь открытой для меня, но когда понял, что я не собиралась садиться и жду того дедушку, сразу закрыл все двери и начал движение. Там была пробка, так что он проехал максимум полметра. Дедушка уже вышел на дорогу, чтобы сесть в автобус, он ведь не знал о ситуации, и даже постучал по дверям. Я также просила открыть, как и пассажиры внутри, но нет, он уехал просто потому что так. А дедушка остался один на проезжей части. Я спросила у него разрешения помочь ему вернуться на остановку и извинилась за эту ситуацию. И тут он ответил, ничего, я уже привык. Вот это я считаю просто ужасной ситуацией, ведь я могла и заплатить за этого дедулю сама. Мне не сложно, но ему даже не дали шанса. Каждый раз я отвечаю людям этой фразой, когда они узнают, что за последние два года у меня в жизни была сплошная черная полоса. Полтора года назад у меня умерла бабушка и дедушка остался один. Он был лежачим, не мог себя обслуживать, поэтому уход за ним лег на нас. Мы ухаживали за ним полтора года и месяц назад он умер. Мне пришлось хоронить его самой, даже не будучи совершеннолетней. Почему самой? Потому что из-за ухода за дедом мама заболела депрессивным расстройством с паническими атаками и не могла стоять на ногах, что уж говорить об организации похорон. В тот же самый день она, кстати, попала в больницу, а папа, он просто предал нас в этой ситуации, решив, что для него алкоголь важнее семьи. После похорон я месяц собирала документы, чтобы оформить смерть и закончила за день до своего дня рождения. Кто сталкивался с бюрократией поймет, какой это пиздец. Сейчас черная полоса в моей жизни еще продолжается, потому что вместо деда мне приходится ухаживать за больной мамой, и кажется, что эта череда несчастья никогда уже не закончится. Я просто привыкла. Мне исполнилось 18 буквально неделю назад. Все вышеперечисленное, я переживала в возрасте 16-17 лет. У меня есть друг, который ну просто душка. Он всегда всех поддерживает, прощает, почти всегда смеется, всеми силами старается поддержать диалог и сделать так, чтобы всем было весело. Однажды мы гуляли вдвоем, я говорила о своих переживаниях и меня осенило, что Саня никогда не говорил о своих проблемах. Я сказала ему об этом, на что он ответил. Я уже привык к тому, что никому не жалуясь, никому не будет интересно, так ведь? Мне стало очень грустно, и я крепко обняла его. Мы поговорили об этом, и он сказал, что чувствует себя намного лучше. Изменено. Мы перестали общаться. У меня была подруга с проблемной матерью. Настроение этой женщины менялось буквально на глазах. Она могла грубо послать свою дочь, а потом написать днем, как ни в чем не бывало, в детстве била. Один раз подруга пришла в институт с шарфом. Это было поздней весной, и я начала потрунивать, что кто-то очень хорошо провел время со своим парнем, пока она не приоткрыла его и не показалась синющие синяки, похожие на расположение пальцев. Она сказала, что ее мать набросилась на нее и начала душить за то, что та не помыла посуду. Я попыталась поддержать подругу, на что она меня оборвала словами. Да ничего страшного, я привыкла, она моя мама и я ее люблю. У меня пошли мурашки, это было ужасно слышать. Девочку в моем классе нарочно игнорили. Когда утром все обсуждали чей-то класс на прошедший день рождения, она говорила, а, но меня опять не позвали. Во время 8 марта, когда пацаны сочинили песню про всех девочек в классе, ее имени там не было. А когда в последний день учебного года все решили сфоткаться на память, ее, как всегда, засунули в самый край и это фото поставили в чат группы. Из-за приезда по работе родителей она ушла с этого класса и тогда на этой фотографии ее просто обрезали и удалили с группы. Ее мама из-за этого хотела учинить скандал, а она сказала, да ладно мам, не впервой. На подработке в крупном гипермаркете. Надо срочно заполнить товары пустоты, особенно товаром с коротким сроком годности. В моем случае мясом и птицей. Погрузчика нигде не было, поэтому я взяла обычную рохлю, взяла нужный поддон в холодильнике и поехала выставлять. У витрины ждала начальница отдела. Увидев меня, она подбежала и начала кричать. Хули дохлая девчонка выполняет работу погрузчика. Для этого есть погрузчик, где этот лентяй? А этот лентяй вовсю доставал товар в соседних отделах, ведь он один на весь гипер. Я сама прекрасно справлюсь, ответила я и повезла рохлю дальше. На обеде я рассказала это погрузчику. Ничего, я уже привык, надо было работать чуть быстрее. Он не успел договорить, как по рации вызвали его в отдел, а через две минуты еще в другой. Он не успел даже поставить контейнер в микроволновку. Я с детства была очень спокойным ребенком и была не особо эмоциональна в плане выражения эмоций. Но когда начались старшие классы и первые курсы колледжа, я стала больше злиться или по какой-то причине плакать из-за учебы. Короче, стресс. И когда я рассказываю все, что во мне накипело, за некоторое время родителям громким тоном и активно жестикулируя, чуть ли не матерясь через каждое второе слово, отец пытается успокоить меня таким же громким тоном. По словам мамы, они просто не привыкли, что я стала более часто показывать свою злость или истерику. Когда мы с отцом ездим по пустой дороге, папа проверяет мои навыки вождения. Если я где-то не там повернул или не на той скорости переключила передачу, или еще что-то в этом духе, то отец сразу начинает кричать, ругаться, называть дурой и так далее. Такая же ситуация была, когда еще в младших классах я сделала что-то не так или получила плохую оценку. Оба родителя начинают на меня кричать, ругать, читать нотации и так далее. А я просто стою и молчу. Рассказывая все это своим друзьям, они удивляются, как я это терплю. Не волнуйтесь, я привыкла. У меня пропали друзья в четвертом классе, даже девочки ушли. Мальчики из параллельного класса меня задирали при всех, и с мамой я очень часто ссорился. Это продолжалось до восьмого класса, когда меня одноклассники спрашивали, «Как ты так терпишь эти унижения? Почему не можешь дать им в ответку?» Я постоянно отвечал, «Ничего страшного, я привык. Я просто слабее их, да и их больше». Потом, конечно, осмелев и подкачавшись немного, я им показал, кто тут главный. Но за это время я очень сильно отстал от знаний современного мира и полностью растерял общение. Поэтому пытаюсь сейчас к девятому классу восстановить общение. Поддержите меня в этом. Я привыкла к тому, что никогда не буду иметь настоящих друзей в реальности. Из всего класса у меня две-три подруги. Хотя за девять лет мы изменились в целом. Интересы, взгляды на жизнь, и мне страшно, что однажды их общение со мной сойдет на нет. И тогда я буду всегда стоять где-то в стороне. Невыносимое чувство. В классе я не подвергаюсь и никогда не подвергалась буллингу. Просто я пустое место для остальных, и когда от меня что-то нужно, все восстанавливают зрение и вновь видят меня. Я могу подойти к кому-то и что-то спросить. Мне ответят, по лбу вроде не давали. Я уверен, что мне просто повезло с классом. Смотря на других подростков, мне кажется, что в другом классе я бы не плыла просто так по течению. Единственный, кто не дает мне сойти с ума, родители и мои интернет-друзья, которых в принципе тоже немного. Думаю, самый преданный только один. Он имеет схожую со мной проблему. Так в чем проблема? Остаться одной страшно. А вот не заводить новые знакомства я привыкла. И для меня нормально будет, если в каком-то новом округе все сплотятся и сдружатся, а я останусь в тени. Проблема в том, что я, наверное, не общительный человек с виду. Но я довольно разговорчивая. А еще я не соответствую современным стандартам красоты. Как это обычно бывает, прямые волосы, большие формы, айфон, брендовые шмотки, тонна макияжа. Наверное, поэтому ко мне подходить даже не собираются. Я привыкла ко всему. К тому, что никто не отметит мой ДР, поскольку все заняты или забыли. К шуткам и упрекам о моем весе или успехах учебы. К тому, что меня могут просто пройти мимо и оскорбить кто угодно. К тому, что меня никуда не зовут. А когда зову я, то у всех сразу дела. К тому, что меня воспринимают как запасной вариант, к которому можно прийти и поплакаться. К тому, что мои чувства всегда невзаимны. К тому, что мои мечты разбивают каждый раз. К тому, что сама же себя оскорбляю под видом шутки. К тому, что я просто нахрен никому и не сдалась. Но все в порядке, я привыкла. Мой отец наркоман, давно бросивший нас. Моя мать алкоголик, с сильными сдвигами в психике. В моем детстве мама охотнее покупала водку, чем курицу. Ей было не важно, что мы будем есть. Конечно же, ее никогда не было рядом со мной. И каждый раз на каком-то празднике или мероприятии, когда меня спрашивали, «А что, твои родители не придут?» Я отвечала, «Огу, я привыкла. Сейчас мне 23, у меня есть надежные люди рядом. Но если в новой компании кто-то спрашивает про родителей, то я стараюсь отмалчиваться» или говорю эту фразу. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok